Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях директор муниципального бюджетного учреждения городское лесничество города Сарова Сергей Анатольевич Сычев. Здравствуйте, Сергей Анатольевич! Здравствуйте! Разрешите мне кратко представить вас нашим зрителям. Итак, Сергею Анатольевичу 41 год, образование высшее. В 2005 году он закончил Брянскую государственную инженерно-техническую академию. По специальности лесное хозяйство. С 2014 по 2020 годы работал главным специалистом Нижегородского управления охраны окружающей среды. А на нынешнюю должность директора нашего учреждения, тогда еще лесопаркового хозяйства города Сарова, назначен в 2020 году. Все правильно? Правильно. Вот теперь, Сергей Анатольевич, я в канун дня работника лесного хозяйства буду задавать вам вопросы, которые я заранее подготовил. Вот первый вопрос. Насколько мне известно, в границах ЗАТО около 13 тысяч гектаров леса. В ведении нашего учреждения где-то около 6 тысяч гектаров. Если я ошибся в цифрах, вы меня поправьте, пожалуйста. Территория города Сарова лесами занята приблизительно 13 тысяч гектар. Но в ведении муниципального бюджетного учреждения городское лесничество находится 5 тысяч 310 гектар. Ну, все равно это очень много. А вот на какие тысячи гектаров леса не распространяется ваша ответственность? На территории города есть у нас городское лесничество леса, а есть еще леса промышленности, которые относятся к Федеральному ядерному центру в НИЭФ. Там уже не мы их охраняем, а специальная есть служба в УМИАТе, тоже управление охраной лесами. Там служба, которая тоже проводит свои отдельные противопожарные мероприятия, охрану лесов. У нас только 5 тысяч 310 гектаров лесов, за которыми мы постоянно следим, защищаем. А вот, к сведению, в ЗАТО имеется, вот в вашем ведении, 9 объектов, обозначенных как памятники природы регионального значения. Ну, и многие телезрители знают, о чем идет речь, а вот на какие категории или градации лесов у нас вот еще присутствуют? 9 памятников природы регионального значения. На территории лесничества находятся 4 из этих памятников. Это Дальняя и Ближняя пустынка, Серебряные ключи, Мастерский пруд Протяжка и Филипповские озера. Вот, остальные в нашу территорию не попали. 5. Вообще территории, городские леса относятся к защитным лесам. Вот. Категория защитных лесов – городские леса. На них, как бы, установлен особый режим использования, защиты, воспроизводства лесов, и они имеют особо ценное значение. А вот термин «защитные леса», вот поподробнее объясните, что они защищают, от кого защищают? Ну, защитные леса на территории города. Их роль – это защищать, как бы, население от внешних воздействий, там, промышленных предприятий, чистить воздух, как бы. Они для нас очень ценные, чтобы народ по ним прогуливался, дышал свежим воздухом. Как бы, вот роль этих защитных лесов, как бы, ограждает город, как бы, кольцо, где можно прогуляться и восстановить свое здоровье, дыша в составном бару. Понятно. А вот свыше 5000 гектаров леса, какими силами вы располагаете? То есть, сколько сотрудников учреждения сейчас работают, сколько они получают? И есть ли перспектива в увеличении и того, и другого? И штатной численности, и зарплаты? Так, в штате предприятия, ну, около 15, ну, 15 единиц, которые, как бы, должны находиться и работать лесом. Ну, мы не считаем, там, бухгалтера, завхоза, делопроизводителя. Ну, вот, 15 единиц. Конечно, на данный момент у нас численность, штат не полностью укомплектован. Это связано, конечно, как вы спросили, с невысокой зарплатой. А работа постоянно в лесу, как бы, народ молодой не хочет идти на данную работу. Это пойдут те, кто только дорожит лесом и патриот этого дела. Мне известно, что вот за эту численность вам приходилось еще и сражаться и отстаивать. Это правильно? Ну, конечно, если взять, обосновывать лесников в лесном фонде, который находится за территориями города Сарова, Нижегородской области, там, конечно, на лесника приходится большая площадь, которой он охраняет лесов. У нас на лесника, конечно, площадь охраны поменьше лесов, его обходы лесников. Но зато, как бы, антропогенная нагрузка у нас больше. Вот, как бы, с этой точки зрения, что антропогенная нагрузка большая на леса, посещаемость лесов большая. Кто за грибами, кто на велосипедах покататься, кто сейчас пошла мода на этих мотоциклах, которые ревут. Вот, все-таки, где искра, где маленький костер незатушенный, как бы прессинг на природу большой. Вот поэтому мы, как бы, обосновали. Плюс сравнили. Есть же тоже коллеги в Нижнем Новгороде, которые под их ведомым тоже городские леса Нижнего Новгорода. Вот и обосновали, что, как бы, нам на нашу площадь 5-310 будет достаточно 10 лесников. Не считая, это еще есть инженерной должности, инженер по лесопользованию, инженер по охране и защите леса, совместитель директора главной лесничей. Вот, как бы, этими штатами мы справляемся, вроде бы, пока. Нет, это делает вам честь, то, что вы отстояли от учительности. Вы молодцы просто. Силы и средства предприятия, ну, как бы, такой техникой, какой-то инженерной, тракторами и так далее, мы не владеем. Да, в штате, как бы, у нас в предприятии два автомобиля, Chevrolet Niva и УАЗ, вот, на которую мы производим охрану, защиту леса, которые, если надо, большой численностью выезжаем на двух машинах, там бывает, лесопатрулирование и так далее. А все остальное ваши сотрудники обходят пешком в уверенный участок, да? В пожароопасный период у нас введено патрулирование, наземное патрулирование, которые, как бы, лесники у каждого свой обход, и каждый знает все потайные тропинки, которые ему надо проверить, где стоянки, могут быть народы, народ и, там, жечь костры, которые в этот период запрещены. Плюс патрулируем с полицией иногда, когда уже обстановка напряженная, когда начинает кругом гореть то Мордовский заповедник, то леса, граничащие с зоной города, тогда уже усиленное патрулирование с полицией на выявление нарушителей. Я, кстати, вот для наших телезрителей дам некую историческую справку. Известно, что в XIX веке монастырский лес от незаконной вырубки, от прочих безобразий охраняли 40 сторожей, 16 монахов и плюс еще 24 нанятых охранника. Итого 90 человек. К весне общая численность доходила и до 120 лет. Это почти в 10 раз больше нынешней численности мастеров леса. В времена СССР, я помню лично, нас выводили на субботники по очистке леса от мусора, от упавших деревьев, от сухостоя. У каждого подразделения был свой квадрат, свои участки, за которые они отвечали. И было в лесах чисто, аккуратно, красиво. Вот вы привлекаете в настоящее время к защите леса какие-то сторонние организации? Вот вы пора расчет сил и средств как бы спрашивали еще до этого. Почему? Вот смотрите, у нас, если вдруг, это лучше, конечно, не быть пожаром, но если вдруг случается у нас пожар на территории города и на территории лесничества, тушим этот пожар не мы. Потому что у нас нет сил и средств, у нас нет пожарной техники, у нас пожары тушат пожарные. В наши функции входят только окарауливание и дотушивание. Как бы мы это место пожара, это вот может во времена этих монахов, поэтому и численность, может они сами тушили, вдруг там загорится. Ну, нам, конечно, помогает. Плюс еще есть расчет сил и средств на пожароопасный период. Если вдруг большая площадь пожара, мы, согласно, там вводят режим ЧС какого-нибудь муниципального характера и привлекаются еще силы и средства с других предприятий. Допустим, МНЕФ, Концар, там ДЭП, Горавтотранс, кто обеспечивает подвозом людей на автобусах. Кто выделяет какую-то инженерную технику. Всем понятно, что лес влияет на климат, на водный режим рек, на многое другое. А вот вред лесу может нанести в первую очередь человек, во вторую стихия пожара, например. В-третьих, вредители, насекомые и так далее. Как вы этому противодействуете? И еще раз повторюсь, пошире расскажите, что входит в обязанности работников лесхоза? На территории города как бы вот такой антропогенной нагрузки, как вредительство со стороны человека, ну как бы маленькое. Нет у нас незаконных таких сплошных рубок, как там где-то на севере гектарами вырубают. В основном территория лесничества, да, это вредители, насекомые. Вот сейчас по лесничеству было после 10-го года все взрослые ельники спелые выпали. Ну как бы мы говорим, выпали, потому что их караэт-типограф съедает. Настоящий, вот взять 23-24 год, караэт-типограф опять этих ельников доедает. Остатки. Ну с чем связано? Конечно, связано с климатом. Как говорится, глобальное потепление. Климат стал мягче. Раньше караэт-типограф делал за сезон там один вылет, сейчас у него там два вылета. И все это, конечно, меры борьбы. Меры борьбы-то какие? Проводим лесопатологическое обследование, составляем акт лесопатологического обследования. Этот акт должен провисеть на сайте администрации 20 дней. После того, как провисит акт, ну как бы это... После того, как он размещен там в течение 20 дней, мы назначаем санитарно-раздоровительное мероприятие в виде выборочных санитарных рубок, погибших и поврежденных лесных насаждений. Данное мероприятие как бы проводится по защите леса, ну вот да, от этих как бы насекомых. И с каждым годом все равно вся эта вот насекомая, как бы, ну, климатические условия благоприятствуют им. В настоящем году еще у нас один вредитель, как бы, начинает проявлять себя. Это вершинный караед, который заряжает деревья сосной породы. Вот так справку я смотрел через интернет, конечно. Пришло это все к нам с Белоруссии. Вот там он как бы начал себя проявлять. Потом Брянская область, Калужская. Мы так поняли, что он и до нас дошел. Может, связано еще с природными пожарами на территории заповедника, которые как бы дали им хорошую кормовую базу для размножения. Вот. Плюс довольно сухое, теплое лето, которое благоприятствует развитию этих личинок. Вот. Поэтому вот даже вы по городу, может, и видели, вот, там три-четыре сосны вдруг были зеленые, оп, пожелтели. Да. Оно вроде бы снизу еще сокодвижение есть, а внизу уже хвоя все. Он начинает, потому и называется вершинный караед, потому что он начинает, как бы, питаться с вершин, с макушки. Кстати, вы сказали очень много нового, не только для меня, но, я уверен, для наших зрителей, потому что вот мы этого в подробностях не знали. И у меня еще следующий вопрос. Сергей Анатольевич, понятно, что вы лучше меня и многих наших телезрителей ориентируетесь в лесном богатстве нашего края. Вот рядом с нами Государственный Мордовский заповедник, на северо-востоке Нижегородчины Киржинский заповедник. Вот какие еще завобедные места есть в Нижегородчине? И дайте краткую характеристику этим лесам уже не в черте города, а за ее пределами. Вот что нас окружает? Ну, у нас за территорией заповедника вообще особый правовой режим. Там запрещены рубки, все виды пользования, как бы сбор грибов запрещен, ягод. Ну, человек, антропогенная нагрузка там никакая, потому что его охраняют, посещение там запрещено. Вот. Я сам, конечно, не из Нижегородской области родом. Я, конечно, больше бы рассказал там про Мрянский заповедник. Вот. Потому что, как бы, он был еще в мои годы, как бы, я помню, как основывался, какие там были тоже сторожа, какая там была охрана. И сейчас, конечно, все по-другому. И техника, и патрулирование, и рации. А раньше ни телефонов не было, и все гораздо было сложнее. Леса там, конечно, нетронутые. Есть где зверям спрятаться. Большая численность там, потому что, ну, и в наших лесах-то численность зверей большая. Кстати. Можно сказать. Потому что на численность зверей что влияет? Вот, влияют вот эти сплошные рубки, которые проводятся, где они, ну, в месте обитания животных и нарушают их вот это вот. Медведи, допустим, завалов какие-то любят, нерасчищенных, лосик, где им можно спрятаться от человека. У нас антропогенная нагрузка большая, плюс проводятся какие-то рубки и все равно в Нижегородской области. Вот. Территория нашего лесничества, да, звери есть, можно сказать, все. Угу. Вот. Много обращений по медведю. Ну, за пять лет работы в городском лесничестве я издалека раз видел медвежонка, и то это были пожары. Угу. Вот. Когда Мордовский заповедник горел. Угу. Ну, говорят, кому-то посчастливилось, что он увидел медведя, кто-то боится. Вот. Ну, влосей-то мы видели все, да? Влосей видели. А волки есть? Волки сейчас не заходят. Вот был там какой, десятый, что ли, год? Они заходили тут. И всех собак. Угу. Как бы в городе душили, да. Сейчас волков нету. Есть лисы, косули, кабаны, медведи, лоси. Я, прошу прощения, я к чему задавал предыдущий вопрос. Я считаю, что нам тоже несказанно повезло, что мы живем вокруг зелени. Вот в соседнем Первомайском районе вообще тайга, на мой взгляд. Ну, посмотрим дальше. Вот когда мы выезжаем через новое четвертое КПП, слева по ходу движения какие-то чахлые больные деревья на месте бывших колхозных полей. А вот ближайшие, настоящие леса находятся от нас где-то за 70, за 100 километров. Ну, вот, либо за Арзамасом, либо перед Выксой. А мы зачастую не бережем то, что у нас находится вот под боком, что имеем, не храним. Вот те же монахи, продавая или используя лес на строительные нужды, они регулярно высаживали новые леса и, как бы, глядели на 100 лет вперед. После войны, по указанию мудрого Сталина, стали высаживать вдоль рек зеленые полосы, проводились массовые высадки деревьев. Вот нынешняя роль местных властей, вот роль лесхоза, в частности, как в охране существующих лесов, так и в посадке новых, она присутствует? Давайте я сначала скажу по лесничеству. По лесничеству у нас из площади 5-310 гектар, как бы только 1,2 гектара, как бы, естественное лесовосстановление, то есть без посадок, без искусственного. Вот. Площадь 1,2 гектара предназначена. Из искусственного лесовосстановления у нас на территории лесничества не проходит. Почему не проходит? Потому что, как бы, нету площадей. Если взять лесной фонд, там есть сплошные рубки, которые у нас лесничеству запрещены. А при выборочных рубках естественное лесовосстановление гораздо быстрее. Ну, правда, не ценными породами, там, сосна, а лиственными. Оно быстрее, конечно, восстанавливается лес после выборочной. Под искусственного нету площадей. А посадить искусственно на клочке, там, 2 на 2, на которые нельзя, ни трактор загнать, там, ничего, провести какие-то подготовительные мероприятия, в виде, там, снятия дернок и выкорчевывания пней, там, чтобы провести. Таких площадей нету. Вот. На лесном фонде сейчас все равно лесовосстановление-то возрождается, как бы, все равно площади стали засаживаться. Вот. Другое дело, поля зарастают. Да. Вот. Колхозов не стало. В Первомайском, вот, я каждый год в деревню езжу, там, где раньше были поля, сейчас уже скоро тоже будет лес. Вот. Ну, только, конечно, лиственная порода, как бы, преобладает. У меня вот еще такой хитрый вопрос есть. Сергей Анатольевич, вам лично приходилось либо вашему учреждению вступать в конфликты с разного рода застройщиками, подрядчиками, другими организациями по поводу охраны окружающей среды. Если доводилось, то кто в этой борьбе побеждал? Как бы, из истории знаю, я-то пять лет вот директором, как бы, мне не приходилось воевать там за какой-то кулачок. И сейчас же строительство капитальных объектов на территории лесничества лесов запрещено. У нас вот, городских лесов. Сейчас же строительство идет на землях города, ну, как бы, вот занятых лесами, зелененных территорий, которые лесничеству не принадлежат. Вот. Это уже эти участки, наверное, там, в градостроительном плане, все эти отмечены под застройку или под что-то. Какие-то планы на будущее все равно есть. Вот. Но из истории знаешь, что, да, сотрудники лесничества как бы отвоевывали клочки земли. Вот. То есть, это их... И была, да, правда на их стороне. А, это была их обязанность. Действительно, они принципиально появили себя. А вот, как вы относитесь к намерениям застраивать территорию северного лесопарка площадью почти что 90 гектаров, ну, это вот около улицы Березовой, к чему может привести эта застройка и целесообразно ли добиваться для этого лесного массива статуса особо охраняемой природной территории? Северный парк раньше был на территории лесничества. Ну, не лесничества, а лесопарк. Да. Вот. После лесоустройства в 19-20-м году, когда образовалось городское лесничество, эта вот территория ушла с территории лесничества. Это уже, наверное, были уже, наверное, какие-то задумки по этой территории сделать там или парк, или что-то еще. Вот. Создать там какой-то памятник там регионального значения. Да. Ну, да, там насаждение тоже такие спелые уже, как бы, старые. Много читал тоже, что там были обращения, что там живут как бы особо ценные там редкие птицы, как бы, звери. Просто вот эти леса, которые остались, они нас сейчас защищают. Вот сейчас же как у нас что-нибудь срубают, потом какое-нибудь стихийное бедствие, ветер сильный, и просто вот из-за этого разгона ветер начинает ломать деревья дальше. вот. Все равно вот эти вот участки леса где-то, они нас защищают. Просто надо следить как бы за ними в черте города, чтобы не было аварийных, поврежденных, с Киентезианом. Ну, вот я здесь, вот когда вы говорите, я вспоминаю рекламу на нашем центральном телевидении. Маленькое действие рождает большую цепочку событий. Действительно, если выбить какое-то из вино, то все посыпется. Спасибо. Сергей Анатольевич, у нас с вами прошу, считаю, хороший, интересный разговор, из которого я узнал для себя очень много нового и, надеюсь, наши телезрители также узнали для себя что-то интересное. Лес – это наши легкие, мы дышим. Это наша ценность, кто охраняет лес. Хочу пожелать им большого здоровья, им, родным и близким их удачи, счастья, всего самого хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин